Радуга. Опуститесь на четвереньки. Поставьте ладони на ширине плеч, а колени расположите под бедрами. Сперва поднимите левую ногу. Проведите ею над правой ногой в противоположную сторону. У вас должно получиться подобие дуги. Когда большой палец коснется пола, верните левую ногу в исходное положение. Сделайте 20 повторов для левой ноги и еще 20 для правой. Если все делать правильно, будет казаться, что ваша нога вырисовывает радугу. Отсюда и название. Движения вверх-вниз идеально подходят для укрепления ягодиц. Они помогают проработать все три ягодичные мышцы, а вдобавок накачать пресс. Ослинный пинок. Это очень эффективное упражнение, если нужно подтянуть ягодицы. К тому же оно помогает проработать пресс и укрепить позвоночник. Для начала опуститесь на четвереньки. Расположите ладони на ширине плеч, а колени прямо под бедрами. Поднимите правую ногу, держа колено под углом 90 градусов. Постарайтесь поднять ее как можно выше. Достигнув верхней точки, задержитесь на секунду и опустите ногу, не касаясь коленом пола. Поднимите ее снова. Повторите 20 раз, затем приступайте к тренировке левой ноги. Пожарный гидран. Это упражнение прорабатывает одновременно пресс, ягодицы, бедра и нижнюю часть тела. И вот вы на шаг ближе к идеальным ногам. Опуститесь на четвереньки, поставив колени и ладони на ширине плеч. Поднимите правую ногу вбок, не разгибая колено. Задержитесь на 2 секунды и выпрямите ногу. Опустите ее на пол, повторите 15 раз и перейдите к левой ноге. Поза тигра. Эта поза йоги отлично разогревает и растягивает мышцы спины и позвоночник перед тренировкой. Для начала опуститесь на четвереньки, затем поднимите правую ногу на уровень корпуса. Медленно согните колено. Ступня должна оказаться ближе к голове и пальцы ног должны указывать в ее направлении. Замрите так на 10-15 секунд. Когда поймете, что больше не можете оставаться в этом положении, придержите ногу противоположной рукой. Теперь опустите ногу и согните ее так, чтобы колено коснулось груди. Опустите голову и попробуйте коснуться колено лбом. Оставайтесь в этом положении 10-15 секунд. Вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз на каждую ногу. Это упражнение подтягивает ягодицы и укрепляет мышцы пищеварительного тракта, повышая метаболизм и способствуя пищеварению. Приседания. Всем знакомое и всеми любимое упражнение. Приседания волшебным образом задействуют множество мышц нижней части тела, включая квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия. Изначальное положение – вертикальная поза с ногами на ширине плеч. Отведите бедра назад, присядьте, а затем встаньте. Если вы новичок, не приседайте слишком глубоко. Остановитесь, как только почувствуете дискомфорт. Иначе вы чрезмерно напряжете колени, а это не лучшая идея. Со временем станет проще. Сделайте 20-30 приседаний. Реверанс. Это отличное упражнение для подтянутых ягодиц и внутренней поверхности бедер. Оно кажется простым, однако работает только в правильном исполнении. Поэтому… Встаньте прямо, держа ноги вместе. Отведите левую ногу назад и вправо, скрестив с правой ногой. Согните оба колена, как если бы вы приседали в реверансе, и соедините ладони на уровне центра груди в позиции «Намасте». Верните левую ногу в исходное положение и повторите упражнение 20 раз. И еще 20 раз для правой ноги. Не пытайтесь отвести таз назад слишком сильно. Не нужно, чтобы бедра чересчур отклонялись. Приседания лыжника. Встаньте прямо, держа ноги вместе. Опуститесь и поднимитесь, как будто выполняете обычные приседания. Повторите 15 раз или просто выполняйте упражнение 40 секунд. В обычных приседаниях ступни разведены. Когда вы их сводите, вы более точечно прорабатываете мышцы голени и икр и придаете красивый изгиб пояснице. С этим упражнением красивые ноги не за горами. Приседания сумо. Это отличное упражнение для тренировки ягодиц, сгибателей бедра и квадрицепсов. Подколенные сухожилия тоже не останутся без внимания. Встаньте, широко расставив ступни и слегка повернув пальцы ног наружу. Держите руки вместе перед собой. Опуститесь в присед и в этом положении шагните вправо. Сделайте 15 шагов в правую сторону. Когда закончите, двигайтесь в левую сторону к исходной позиции. Для более быстрых и качественных результатов наденьте костюм борца сумо. Шучу, это не обязательно. Ягодичный мостик. Он укрепляет ягодицы, подколенные сухожилия, мышцы бедер и поясницы, а также улучшает осанку. Лягте на спину, расположив руки по бокам и устроив ладони на полу. Согните колени так, чтобы голени оказались перпендикулярны полу. Втяните живот, чтобы задействовать корпус. Теперь поднимите поясницу и бедра. Тело должно вытянуться в прямую линию от плеч до коленей. Задержитесь на пару секунд и опуститесь обратно. Маласана или глубокие приседания. Эта простая поза из йоги не только делает ягодица красивее, но и растягивает шею, подколенные сухожилия, позвоночник и лодыжки. К тому же она способна улучшить пищеварение и метаболизм. Для начала встаньте прямо, широко разведя ноги. Согните колени и опускайтесь до тех пор, пока бедра не окажутся ниже коленей. Присядьте как можно ниже, со временем станет проще. Сведите руки у центра груди в жесте на масте. Предплечья должны быть почти перпендикулярны ладоням. Разведите колени достаточно широко, чтобы вы могли дотянуться до них локтями. Оставайтесь в этой позе одну минуту, затем вернитесь в исходное положение. Вот вам вопрос на миллион. В чем секрет сильного накачанного тела? Я думаю, это широкая мускулистая грудь, крупные руки и 6 кубиков пресса. Так ведь? Но это не повод пропускать день но. Серьезно, ребята, вы же не хотите, чтобы они казались зубочистками. Забудьте о зале. Попробуйте быструю домашнюю тренировку для ног. Первое упражнение – ходьба с выпадами. Сделайте большой шаг вперед правой ногой. В то же время согните левую ногу так, чтобы колено почти касалось пола. Затем с помощью правой ноги переместите тело в следующий выпад. На этот раз левая нога должна быть впереди, а правая – согнута в направлении пола. Сделайте три подхода таких выпадов по 12 повторов. Не забудь делать перерыв 30 секунд между подходами. Во время выполнения упражнения мышцы передней ноги работают больше всего, поскольку им приходится перемещать тело вверх и вперед. Это не только укрепляет мышцы ног, но и улучшает равновесие и стабильность. Номер 2. Обычные приседания. Встаньте прямо, разведя ноги на ширину плеч и установив ступни параллельно друг к другу. Согните колени, медленно опуская корпус к земле. Представьте, что садитесь на невидимый стул. Опуститесь как можно ниже, касаясь локтями коленей. Держите грудь, голову прямо и следите, чтобы колени не выступали за пальцы ног. Оставайтесь в этом положении 3-5 секунд, затем поднимитесь, опираясь на пятки. Приседания больше всего прорабатывают икры, подколенные сухожилия и квадрицепсы. Но они также отлично формируют пресс, укрепляют поясницу и ягодицы. Кроме того, это прекрасный способ быстро сжечь много калорий, поддержать здоровье сердца и повысить вместимость легких. Сделайте 3 подхода по 12 повторов и без перерыва переходите к следующему упражнению. Это Номер 3. Прыжки с приседаниями. Присядьте, как в предыдущем упражнении, опустив корпус так, чтобы бедра оказались параллельны полу. Оставайтесь в этом положении хотя бы 3 секунды. Но на этот раз из приседания нужно выпрыгнуть. Подпрыгивая, поднимите руки над головой. Вернитесь в присед и подпрыгните снова. Кстати, никаких перерывов между прыжками. 3 подхода по 12 раз отлично подойдут и здесь. Можете делать 30-секундные перерывы между подходами. Это упражнение помогает подтянуть икры, квадрицепсы и подколенные сухожилия, а также мышцы ягодиц и торса. Классно еще и то, что руки здесь работают больше, чем в обычных приседаниях. И это отличное кардио. Номер 4. Болгарские выпады. Для этого упражнения можно использовать любую подходящую поверхность. Диван, стул, кровать. Главное, чтобы она была достаточно устойчивой, чтобы выдержать часть вашего веса и не упасть в процессе. Встаньте спиной к выбранному предмету мебели и положите на него правую ногу тыльной стороной стопы. Медленно присядьте, задействуя левую ногу, пока правое колено практически не коснется пола. Задержитесь на 3 секунды. Вау! Держите равновесие! Затем встаньте, перенося вес на левую ногу. Сделайте 3 подхода по 12 раз на каждую ногу, не отдыхая при смене ног. Можно и нужно делать 30-секундные перерывы между подходами. Это отличное упражнение для нижней части тела, поскольку глубокие приседания на одной ноге прорабатывают мышцы-стабилизаторы и в качестве бонуса улучшают равновесие. Можете смело брать в руки по гантели, если хотите усложнить упражнение. Номер 5. Пульсирующие приседания Встаньте в исходное положение для приседаний. Ноги на ширине плеч, носки вперед и все такое. Опускайтесь, пока бедра не окажутся параллельны полу. Однако на этот раз, когда достигнете нижней точки, сделайте несколько пульсаций, поднимая и опуская бедра в течение 5 секунд. Затем вернитесь в исходное положение. Хитрость в том, что, выполняя пульсации, вы постоянно вовлекаете и стимулируете мышцы ног. К тому же вы можете продлить упражнение и напрячь мышцы иначе, чем во время стандартных приседаний. Выполняйте упражнение ровно 1 минуту и сделайте перерыв 30 секунд, прежде чем двигаться дальше. Номер 6. Пружинка на высоте. Дадим бедрам отдохнуть и поработаем над икрами. Встаньте на фитнес-блок, свесив пятки. Если у вас есть лестница, первая ступенька вполне подойдет. Если вам сложно держать равновесие, держитесь за что-нибудь. К примеру, за стену. Поднимите пятки, перенося вес тела на переднюю часть стопы, затем опустите пятки к полу как можно ниже, хорошенько растягивая икры. Сделайте 3 подхода по 12 раз с перерывом в 30 секунд между подходами. Как всегда, гантель в свободной руке усложнит упражнение, что особенно полезно, если вы уже прокачали мышцы настолько, что веса вашего тела недостаточно. Это упражнение сделает икры крупнее, сильнее и более выраженными. К тому же оно укрепляет лодыжки, что уменьшает вероятность вывиха или растяжения. Номер 7. Прыжки с выпадами. Для начала встаньте, выведя правую ногу вперед и скрестив руки на груди. Согните колени и опуститесь в глубокий выпад. Левое колено должно почти касаться пола, затем подпрыгните вверх как пружинка, полностью выпрямив ноги. Поменяйте ноги в прыжке, выведя левую ногу вперед, а правую – назад. Приземлитесь в выпад и тут же подпрыгните снова, не делая перерыв. Прыжки с выпадами развивают силу и выносливость нижней части тела, прорабатывая квадрицепсы, подколенные сухожилия, икры, ягодицы и сгибатели бедра. Кроме того, это отличное кардио, которое стабилизирует корпус, улучшает координацию и повышает стабильность лодыжек. Выполняйте упражнение в течение одной минуты, если получится, а затем сразу переходите к следующему. Номер 8. Шаги вверх. Для этого упражнения понадобится скамейка, степ для аэробики или что-то устойчивое высотой примерно до колен. Встаньте перед выбранной платформой, держа ноги параллельно друг к другу на ширине плеч. Поставьте правую ногу на платформу и, опираясь на нее, поднимите тело, пока левая нога не окажется рядом с правой. Замрите на пару секунд, затем опустите левую ногу на пол, а следом и правую. Это упражнение прорабатывает почти каждую мышцу ног, а бонусом еще и ягодиц. Да, крепкие ноги невозможны без крепкой пятой точки. Сделайте три подхода по 12 раз на каждую ногу. Помните, что сначала мы заканчиваем подход для одной ноги, а затем качаем другую. Не делайте перерывы, когда меняете ноги, но можете отдохнуть полминуты между подходами. А еще вы должны знать, что это упражнение дает большую нагрузку на колени, поэтому выполняйте его медленно и осторожно. Номер 9. Мостик на одной ноге. Лягте на пол, вытянув руки по бокам. Согните ноги в коленях и упритесь ступнями в пол. Теперь поднимите правую ногу, немного согнув колено. Напрягите пресс и ягодицы, затем оторвите бедра от пола так, чтобы тело образовало прямую линию от плеч до левого колена. Оставайтесь в этом положении пару секунд, затем вернитесь в исходное положение на спине, не опуская ногу. Не меняйте ногу, пока не выполните все 12 повторений. И, конечно, вам придется сделать 3 подхода на каждую ногу. Мостик на одной ноге. Отличное упражнение для проработки всех трех ягодичных мышц, работы над подколенными сухожилиями и укрепления поясницы. Если оно кажется слишком простым, выполняйте его со штангой или гантелей на бедрах. И следите за тем, чтобы не повторять самые распространенные ошибки при выполнении ягодичного мостика на одной ноге. Прежде всего, не выгибайте спину, отрывая бедра от пола, иначе можно получить неприятную травму. А еще не позволяйте бедрам провисать или поворачиваться. Контролируйте движение с помощью мышц.